Привет! Напиши, пожалуйста, в комментарии. Ты тоже, когда просыпаешься, ты думаешь, вот бы сейчас получить калаш из Пакистана. Давай, пиши, не стесняйся, посмотрим, сколько нас таких же толп... Нет, ну а если серьезно, это полицейские будни на проекте ProximaRP, промокод вы знаете, это хэштег Стрич. Ну и погнали смотреть данный ролик. Всем приятного просмотра! Он поехал прямо, не повернул по интерсекшену. Двигается в восточном, в западном направлении, в сторону заброшенного аэропорта. Удачно, конечно, он поехал. Ёб твою мать, а! Так, получается, они с альфа, водитель продолжает движение. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Там типа просто заносит. Один человек, едем по 207-му грину. Ну, мне вот очень нравятся такие погони, когда в погоне принимают очень много людей. Ну, как, относительно много, человек хотя бы 5, да? Погоня, она, знаете, ну, скоординирована хорошо, и люди стараются не нарушать, но вот данный персонаж, который есть спереди, это, конечно, печально. Из Лас-Митороса водитель продолжает движение на северо-запад. Чтобы ближе к автомобилю, берите координацию на себе. Двигаемся мы сейчас на юг, в сторону Форд Карсена по, получается, 85-му Вайту. Проезжаем Бары НЛО. Сейчас проезжаем Клакенбелл по левую руку в Форд Карсене. Будем выезжать на 7-й Грин. Далее у нас будет южное направление, также будем выезжать с 7-го Грина на 26-й вроде бы Интерсейд. Да, 26-й Интерсейд, выезжаем на 26-й. Будем двигаться в сторону Лас-Вентураса и Пилтсен Интерсекшн. У нас будет восточное направление, он двигается по встречной полосе движения. Проехали вывеску Лас-Вентурас. Какой-нибудь юнит, останетесь позади меня, я сейчас постараюсь его питануть на прямой. Он загорелся, загорелся, он выходит из машины. Не, ну согласитесь, пит-маневр я сделал довольно красивый и довольно удачный. Правда, игрок отказывался его играть и пытался дальше свалить после такого пит-маневра. Хоть и с одной стороны я тоже должен был это отыграть, но раз этот парень отказался играть впоследствии такого пит-маневра, то и зачем мне играть, соответственно. Но наши ребята его вовремя потаранили и его машина задымилась и, соответственно, загорелась. А значит, она не может больше дальше ехать и ему ничего не осталось, как просто сдаться полиции. Ох, парни, а вот данная ситуация вас, наверное, сейчас позабавит. Напомню, что мой персонаж Дастин Хиггс является плохим полициейским и у меня имеется даже одобренная биография на форуме, если кому-то интересно. Так вот, так как мой персонаж является бэткопом, то я могу позволять себе некие дискриминационные выражения в адрес того или иного персонажа. Проще говоря, заниматься неким криминалом, находясь в полиции и при этом довольно законным по правилам сервера. Ну а теперь к небольшой предыстории самой ситуации. У нас была погоня из Лас-Вентураса за одним подозреваемым, которая продлилась вплоть до Лос-Антоса и в которой также принимали участие в погоне сотрудники департамента шерифа. Ну и смотрите, что из этого вышло дальше. Повторюсь, забираю по праву юрисдикции красного на себя. Вентурас, открепляйтесь, ваша помощь не требуется. Напомню, что погоня была из Лас-Вентураса, то есть подозреваемый по сути наш. И это нам предъявлять обвинение данному человеку. Поскольку данный человек совершил правонарушение на нашей земле, соответственно, значит нам выдвигать обвинение. А для этого его нужно отвезти в департамент для оформления. И он на нашей земле, то есть транспортировать нам. Да угомонись, узкоглазый, я займусь им. Что ты сказал? Ты как общаешься? Ты сержант? Слушай, ты отпустил его живо? Красный офицер, я! Хм, женщины. Не, ну давайте согласимся, что здесь я просто урыл и закопал. Чтобы вы понимали, я демолизировал двух женщин одним выражением. Ну кто еще на такое способен, если не я? Правда, мне потом уже было лень заниматься этим парнем. И я все-таки решил отдать этого парня этим женщинам обратно. Ну все-таки не ломать же жизнь пацану. Пусть хотя бы повеселится напоследок с двумя дамочками в крузере. Только давайте, пожалуйста, без обид. Все-таки это игра и не нужно все воспринимать всерьез. А то я знаю, действительно есть такие люди, которые из-за игры, из-за того, что их, грубо говоря, попустили в игре, начинают обижаться. Так что я надеюсь, вы не такие. Все-таки это игра, как бы да, и давайте все-таки относиться к этому поигровому. Ну а в любом случае, лично, как мне кажется, для обеих сторон это была довольно смешная ситуация. Как минимум, это хотя бы разбавляет хоть какую-то IC взаимодействие между LV и LS. Ну а на этом я буду данный ролик заканчивать. Так что спасибо, кто досмотрел его до конца. Опять же, попрошу вас просто поставить лайк на это видео и не более. Ваши лайки продвигают ролик в рекомендации. Играйте со мной на Proxima Roleplay. Все подробности о проекте будут в описании под этим видео. Ну и конечно, вводите мой промокод хэштег Стриж, за который вы получите приятные бонусы. Ну а у микрофона был я, Стриж, и проект Proxima RP. Всем пока-пока.